я действительно про хотел рассказать вам с одной стороны про то что мы делаем я работаю с детьми первую очередь каждый день да но с другой стороны рассказать и про те пространства в которых мы это делаем и что у нас с презентацией сейчас я запущу презентацию ага отлично надеюсь вам в этом мне пишите что-нибудь чтоб я видел видите презентацию или не видите да все отлично все видно прекрасно я вот вам скажу тогда несколько слов да чтоб мы с одной стороны работаем с детьми с коллегами да делаем это каждый день но в течение много лет уже и работаем в разных пространствах и вот про одно из них это пространство физкультурного комплекса до который сергей владимирович риуцкий разработал но разработал он его не сам то есть это все опирается на опыт таких известных всем у людей в общем-то как никитин и до которые там занимались какими-то там педагогическими вещами там на рубеже каких-то семидесятых там году да то есть это и с которыми сергей владимирович вместе то есть да все это делал первую очередь для того чтобы как-то разнообразить жить жизнь своих детей своих сыновей там дочки а потом уже и не все постепенно перекочевывал этого образования да я скажу пару слов про кто так нет это мы перескочили совсем наконец про то почему на для нас вообще мы этим занимаюсь почему вообще такая ну для мы считаем что это важно да ну у нас такая гипотеза существует что ну вообще наша рабочая гипотеза с которой мы отталкиваемся что до определенного времени дети очень много до имели свободного времени они могли гулять там где-то во дворах еще где-то да и в этом процессе они были в такой разновозрастной группе они были там достаточно самостоятельные им приходилось там когда все время там с кем-то там договариваться что будут играть примать это решение куда мы пойдем что мы будем делать да то есть младшие там хотели играть со старшими приходилось там проситься в эту игру они готовы были в этой игре участвовать в той роли который ставим отводят старшими да то есть они через это готовы были усваивать правила они через это готовы были по этим правилам действовать до старшие где-то могли там шелбана дать тебе, если ты что-то там нарушаешь правила. То есть была такая субкультура детская, в которой происходило что-то важное. Вот я некоторые вещи перечислял, да, вот каждый день я иду куда-то, отпрашиваюсь у мамы, прошусь в игру, принимаю какие-то решения, да. И чем ближе приближался современный наш сегодняшний день, тем меньше становилась субкультура этой. Менялось отношение родителей к воспитательному процессу, менялись вообще понимание того, как нужно воспитывать ребенка и что для него важно, да. На первый план выходило, что образовательный какой-то компонент, да. Хорошие родители сейчас, в общем-то, видят свои задачи найти хорошую образовательную организацию и дать хорошее образование, нанять репетиторов, да. И теряется ценность чего? Теряется ценность того, что ребенок свободно играет. Это начинает оцениваться как некоторая трата времени. Как же вот, мы проводили вот такой пример в одной частной школе, проводили в детском саду опрос родителей, не считают ли они, что у них очень сложная программа и может быть нужно как-то уменьшить. Вот и родители второй младшей группы дали ответ в таком ключе, что нужно бы добавить английского, чтобы он был и так каждый день у них, но нужно бы сделать его, чтобы он был два раза в день и желательно еще найти его, чтобы он с ними на прогулке гулял. Да, то есть это тренд на ранее интеллектуальное развитие, обесценивание такой вот игровой деятельности ребенка, ну и самостоятельность, то есть это тоже то, что пропадает в связи с тем, что ребенок все время, все больше и больше, то есть находится либо в образовательной организации, либо он находится на каких-то занятиях. А при этом вот у нас картинка, да, нам вообще говорят, что движение в раннем возрасте – это основа развития. То через это, через движение начинает развиваться главной мозг, вообще начинаются формироваться какие-то нейронные связи, цепи, билатеральная деятельность, да, и что это должно выступать некоторым основой для последующего образования, для последующего обучения, да. И нам говорят сейчас, что? Нам говорят сейчас, что ребята приходят в школу незрелыми, они писать умеют, а саморегуляция где-то тут просто здесь посидеть, послушать, выполнить инструкцию, а у них получается не так хорошо, да, то есть они хотят, чтобы у них удовлетворялось их желание очень быстро, да, то есть они хотят, чтобы все было по их, да, то есть такие вот моменты, которые обусловлены, в общем-то, современным миром, да, когда я могу переходить с одного на другое, да, где мне не нужно, в общем-то, может быть, прилагать каких-то усилий и где на самом деле достаточно обесценен, ну, мой субъективизм, да, моя личная позиция, потому что когда мне заставляют, ну, условно, я сейчас, смотрите, привожу некоторые вещи, а в некотором таком гипертрофированном образе, да, понятно, что не везде так, что, наверное, где-то по-другому, ну, вот мы много ездим по стране, разговариваем с людьми, да, с педагогами, проводим всякие образовательные курсы, курс повышения квалификации, и мы гипотезу нашу, ну, там обсуждаем, и, по крайней мере, в больших городах люди соглашаются тем, что ребенок все меньше имеет свободного времени, что ребенок реже бывает самостоятельно где-то на улице с друзьями, да, что его жизнь все больше и больше регламентирована взрослым, причем жизнь самого маленького ребенка, а при этом мы говорим, что мы хотим развивать какие-то компетенции 21 века, да, что мы хотим, чтобы ребенок был ответственным, самостоятельным, чтобы он умел делать выбор, чтобы он умел вот это совершать, вот этот самый там life learning, учиться всю жизнь, то есть сам ставил себе образовательные цели, но не совсем тогда мы понимаем, как, откуда же это у него должно выходить, откуда это должно браться, если он с раннего возраста получается такой ситуацией достаточно жестко зарегламентированной, да. В общем-то, и вот отсюда, да, вот как бы эти проблемы, сталкиваясь с этими проблемами в том числе и в работе с детьми, да, каждый день в школе, видеть детей там, общаясь там с педагогами и родителями, то есть мы, в общем-то, как специалисты в двигательной сфере, мы, в общем-то, предлагаем и решения из двигательной сферы, причем они вполне обоснованы, как вот мы видим там на слайдах, да, в том числе и рекомендациями ВОЗ о том, сколько движения необходимо ребенку, они обоснованы и различными психологическими, да, исследованиями о том, что через движение идет развитие головного мозга ребенка. Мы начали тогда задумываться о том, что можно делать, да, вот, и с одной стороны, то есть это разнообразить, ну, его двигательную жизнь, а она должна быть у него не только на занятии три раза в неделю или два раза в неделю, то есть потребность в движении существует у ребенка. А Берштейн говорил, что он ее ребенок удовлетворяет в игре в основном, и тогда, значит, все-таки значение игры у нас, с одной стороны, как усвоение опыта, да, с другой стороны, как удовлетворение потребности в движении. С другой стороны, то есть еще, это создание условий, создание условий, то есть у нас есть физкультурный зал, у нас есть там занятия, но при этом, опять же, ребенок должен двигаться больше, больше, и он хочет двигаться больше, он имеет в этом потребность, и это для него важно, для его развития гармоничного, важно. И тогда мы говорим о том, что и в пространстве группы может для него что-то быть создано, чтобы он имел возможность двигаться внутри группы в какой-то конкретный момент. и на улице может быть создано, и спортивный зал может быть особенным образом оборудован, для того, чтобы добавить туда каких-то более специфических вещей, чего нет обычно в спортивном зале. И даже рекреацию, мы говорим, можно использовать, да, как некоторое пространство, в котором можно играть и двигаться так или иначе. Ну, так, что-то у нас грузится. Ну, вот я покажу картинку, да, то есть, вот мы говорим про, вот создали такой вот физкультурный комплекс, причем мы его называем именно физкультурный или физкультурно-игровой, то есть не спортивный. Не спортивный, потому что мы не занимаемся спортом, да, мы занимаемся физкультурой. А если мы говорим про детей, там, младшего возраста, то это еще и игра, то есть это еще и игровое пространство. И вот именно такие вот решения, на наш взгляд, помогают, ну, нам помогают, в общем-то, решать, вот работать с теми проблемами, которые мы озвучиваем. Почему? Потому что пространство, оно детям интересно. То есть у них глаза горят, когда они попадают туда, у них глаза горят, они хотят туда делать. Это я сейчас пару картиночков вам показываю, да, чтобы вы теперь более-менее представили, о чем я говорю, если вы не видели еще физкультурных комплексов Сергея Владимировича Ревуцкого, да. То есть они хотят, им интересно, это попадает в их потребности, в их интерес. И тогда они готовы, приходя туда, где-то включаться в ту деятельность, которую организует педагог. То есть это становится, с одной стороны, пространством, в котором дети могут играть, играя, двигаться, а двигаясь, соответственно, там, развиваться физически, но при этом они готовы, это пространство становится для нас дидактическим материалом, в который мы можем включать разные задачи, и эти задачи с детьми там решать. пространство, ну, я еще раз скажу, то есть оно здесь, ну, у детей горят глаза, да. Мы условно говорим, что, ну, это можно как вот дерево, или забор, или сарай там, по которым раньше лазали. Ну, кто-то там и на стройку ходил, да. Ну, вот как бы, чтобы на стройку не надо было ходить, а кому и вообще нет возможности выходить. Мы создаем вот такое многоуровневое. Пространство изменяется, оно трансформируется, то есть там можно очень быстро изменять траекторию движения. И у ребенка там всегда есть некоторый путь. С одной стороны, он видит дорожку, и он по ней идет. Это так называемое запрограммированное пространство, которое его мотивирует в деятельности, и он все время видит, что ему там делать, он себе находит. А с другой стороны, когда он начинает двигаться в этом пространстве и осваиваться в нем, мы это пространство начинаем видоизменять. Причем делать это можно очень быстро, прямо в течение вот конкретного занятия. Ребята прошли по доске, мы ее убрали, и здесь прохода нет. Она появилась в другом месте. Это поддерживает интерес ребенка в деятельности. И с помощью этого можно регулировать сложность. У нас дощечка может стоять внизу на полу, лежать, может подняться на 20 сантиметров, а может подняться и на 2 метра. И тогда это будет совсем разное прохождение, совсем разная дорожка, по которой пройти, чтобы нужно будет совсем разные затратить ресурсы свои, как физические, как и психические. Все это поддерживает интерес, все это создает мотивацию. И с помощью этого, в общем-то, мы, вот я уже говорю, начинаем заниматься там педагогикой. То есть мы начинаем думать о том, о чего не хватает вообще современному сообществу, то есть современным детям. Или мы начинаем думать, чего не хватает конкретной группе. Да, пришла к нам группа, и мы видим, все скачут все, как зайчики валяются. Все, что-то там супер все расторможены, да, там супер возбуждены. Какой-то праздник у них был перед этим. Хорошо, мы будем думать о том, ага, какие бы нам придумать сейчас здесь, да, что нам можно использовать на занятии, чтобы ребята собрались, сконцентрировались, да, стали более внимательными. А здесь нужно говорить, что вот есть такая теория, потребностно-информационная теория Симонова-Ершова, которая говорит о том, что у человека вообще есть потребность к преодолению препятствий. Это теория. И что, а преодолевая это, сталкиваясь, да, выходя на этот уровень экспансии, преодоления, человек мобилизует свои силы для того, чтобы справляться с этим, с этой сложностью, для того, чтобы преодолевать это. И в этой ситуации вот этот уровень, он может помогать нам. То есть, он может действовать неожиданно, да, когда в какой-то ситуации какой-то ребенок возбужденный приходит вдруг в более собранное состояние, столкнувшись с какой-то сложностью, да, когда ему вдруг оказывается, что перед ним дорожка, у которой нет бортиков. Лежит мостик, по нему идет бычок, качается, да, но на мостике нет перил, да, идет бычок, качается, но при этом вот надо так пройти бычку, да, так вот еще и не упасть. Потому что внизу, может быть, сидеть в реке, сидит крокодил, на тебя глядит, кто к нему попадет, тот, в общем, куда-нибудь там попадет или не придет. Ну, это пространство, так как оно у нас, наверное, игровое, да, то мы все время в игре сталкиваемся с чем? То есть мы сталкиваемся с тем, что нам в игре нужно договариваться, опять же, да, создать какие-то правила, решать, кто и что в какой роли будет делать. И все это создает для нас огромное количество возможностей для работы. И у нас получается, что один из таких вот моментов важных и основных, которым мы много уделяем внимания, это развитие, то есть тех самых, с одной стороны, личностных качеств ребенка, какой я, да, то есть что я могу, могу я быть сильный, ловкий, а могу я быть добрым и дружелюбным, да, или, а с другой стороны, это социально-коммуникативные качества, да, это что же я могу в итоге делать вместе, а могу я не только на своем настаивать, да, но еще и уступать, могу я что-то говорить, но при этом еще и слушать, могу я пропустить тебя или попросить пройти первым, да, а могу я договориться с тобой, как мы сейчас пойдем, или во что мы сейчас будем играть, а если я хочу играть в другую игру, то могу ли я договориться о том, что мы сыграем в две игры, в твою и в мою по очереди. И такие моменты становятся для нас большим и важным таким пластом работы. И это, если связать с тем, что я говорил, в начале, в начале, что было пространство, в котором свободно дети играли, без взрослого, контролирующего, организующего дети, и не было необходимости, потому что были старшие, были младшие, да, было много детей, был выбор, что делать. Был какой-то опыт, который передавался, то есть вот сейчас, например, ну, это я говорю, коллеги, опять же, да, я говорю, что я возвожу это в некоторую такую, да, гиперидею, но в целом понятно, что конкретно у вас, конкретно может быть все не так, да. Но вот из того, что я в своей педагогической практике и мои коллеги сталкиваются, что очень скудный набор игр, да, ну, в салки могут играть, и их разновидности несколько, и вышибалу, да. Даже такие уже вещи, как резиночки там какие-то, классики, чтобы их самих нарисовать где-то там, да. Не говоря уже о более сложных каких-то подвижных играх, во что играют дети на улице, практически не знает современный, ну, ребенок, который приходит в начальную школу после детского сада, но он не знает этих игр. И... Вот история о том, что у ребят был выбор того, опять же, что делать, что они вышли на улице, в это поиграли, в это поиграли, в это поиграли, и там в этих играх что-то разное произошло, да, и какие-то разные сложились отношения, и разные роли, то сейчас этого гораздо меньше у ребенка, если не говорить, что совсем нет, да. То есть, еще раз, мы, жизнь достаточно регламентирована, в котором, а которая подчинена в большей степени, ну, как гипотеза, это образование, да, то есть, интеллектуальному развитию, да. И мы здесь вот приходим и говорим, что давайте все-таки разрешим ребенку играть, двигаться, да, и что оказывается, это может помогать ребенку, в том числе, и быть более успешным в дальнейшем, в интеллектуальном каком-то, в интеллектуальной сфере, что это взаимосвязано. Причем, это будет влиять его и на саморегуляцию, на умение останавливать свою деятельность, умение терпеть, да, там, не делать сразу, если захотелось, на умение слушать, там, понимать, что тебе говорят, да, что такие вещи будут взаимосвязаны, если мы просто в какой-то момент будем понимать, что движение, игра, что как раз к этому нас и приводит. А при этом мы еще и можем вот решать какие-то дополнительные задачи, да, про некоторые я уже сказал, как личностные, там, качества, там, да. Ну, я, наверное, скажу, что у нас такое пространство, я сейчас несколько после этого картинок еще покажу, да, из того, что там у нас, какие пространства, как мы используем, да, что мы пространство, ну, вы видели уже несколько фотографий, там, высокое, где-то там действительно можно там поползти, повисеть, там, еще упасть, что мы, безусловно, обращаем внимание на безопасность, да, но безопасность для нас это в любом, да, их занятие, там, в любом это будет не как внешняя характеристика и не как ограничивающий фактор взрослого, а как некоторые внутренние состояния, да, именно через понимание себя, того, что я делаю, того, где я нахожусь, кто вокруг меня, да, что я буду делать дальше, да, именно через это, то есть через разделенную ответственность. Не я как взрослый замыкаю все на себе, я как единственный человек, который транслирует знания, который обеспечивает вас и вашу жизнь, да, а мы делаем это вместе. И только так мы можем вместе двигаться. Что тут у нас еще? Ну, значит, я уже сказал, да, что есть у нас, вот мы используем, работая с пространственной группой, и вот это мы видим, группу детского сада, да, где вот стоит такой небольшой комплекс, который позволяет детям там играть, в первую очередь играть. Но играя, еще раз я это повторяю, что и тот же Берштейн про это я уже говорил сегодня, тоже писал, что потребность в движении ребенок удовлетворяет, в первую очередь через игру, конечно, потому что любая игра заставляет его двигаться. И мы, и если есть возможность у ребенка реализовывать свою потребность в игре и в движении в течение дня, а не только в выделенное какое-то время, потому что эта потребность может быть и следствием утомления его, например, усталости какой-то, да, и тогда через это мы помогаем ребенку в том числе, да, и чуть-чуть перевести дух, чуть-чуть сменить ритмы какие-то, деятельность поменять, да, и чуть-чуть прийти, возможно, в рабочее состояние. Просто мы, могут быть пространства на улице, безусловно, и с одной стороны это важный момент, да, выйти за рамки вот этой своей локации групповой, да, потому что жизнь вокруг, вокруг, и у нас, и тогда нам не нужно будет организовывать, может быть, каждую площадку возле каждой беседки, а может быть, можно организовать одну большую площадку, на которой будет гораздо больше представлено любопытства, интереса и возможностей для ребенка, да, ну и опять же, мир, он же вокруг нас, он, мы же не живем в этом замкнутом пространстве, то есть это вот мысль о том, к чему мы все-таки готовим ребенка, каким он должен выйти, да, и является ли это нашей задачей вообще про это думать, о том, каким ребенок должен покинуть наши стены, и с чем он сталкивается за забором, там, нашей организации, да. Так, ну, хотел показать просто, насколько специфическими бывают, да, пространства, вот здесь, это детский сальп, и здесь высокие очень потолки, и у них не было места, где сделать, и вот они прям, вот комплекс, это пространство, да, было сделано вверху, то есть здесь нет потолка, здесь есть только балки, между балками сделан такой сетчатый пол, на балки опираются металлические конструкции, и вот даже в такой ситуации, когда места вроде бы нет, вот люди приняли это решение, решились на это, да, и оказалось, что это возможно. В некоторых детских садах в спальнях над вот этими кроватями, как бы выкатывающимися, делали такие пространства прям в спальне над ними, то есть выкатили кровать, поспали, закатили, у них игровое пространство. На самом деле бывают очень хитрые решения, которые, на первый взгляд, нам в голову не приходят. Ну, в отдельно стоящих помещениях это, конечно, проще всего, и тогда это может быть более разнообразным, и тогда там уже может приходить большее количество детей, и вот именно там можно работать уже по программе, да, школа диалога с препятствием, уже реализуя какие-то образовательные цели, не только, да, там, играть, и не только там заниматься развитием физических качеств. Ну, вот то, что я говорил, можно думать уже о развитии личностных качеств, социально-коммуникативных, да, и учиться работать с рисками, выходить на предел своих возможностей, да, Ну, это тоже вот спортивный зал, да, и такой вот, то есть часть спортивного зала, когда отводится под такое лазательное пространство. А пространство нам дает что тоже? Совершать вот действия, которые в данном момент времени, это необычные действия. То есть современный ребенок уже, ну, не так часто имеет возможность, да, куда-то залезть там на то же дерево, еще куда-то, да, а здесь вот ползать, лазать, то есть совершать действия, которые ему в обычной жизни, ну, не так часто, если не сказать совсем, да, то есть разнообразные очень действия могут совершаться. Ну, это тоже вот варианты спортивных, да, пространство такого в спортивном зале, и оно может быть оборудовано с одной стороны чуть-чуть по-разному, то есть тут может быть сделана зона, где у нас устанавливаются там между лея с шведскими стенками, там, да, брусья, и тогда тут можно делать какую-то прикладную, в том числе, там, да, гимнастические упражнения какие-то можно делать на комплексе. Ну, опираясь на то, что ребенку это пространство вызывает у него интерес. И все это пространство, с одной стороны, может работать самостоятельно, то есть если мы туда разрешим детям прийти, то дети начнут там играть, а играя начнут двигаться. Я вот повторяю и повторяю, да. Ну, важный принцип для работы с этим пространством, безусловно, да, это вот, это то же самое, что и про безопасность говорил, что мы не можем здесь, то есть жесткие рамки в таком пространстве будут приводить к тому, что ребенок будет пытаться, ну, его их нарушить, эти рамки, выйти за них, с одной стороны, и с другой стороны, как только они будут, ну, педагог там будет каким-то образом терять ребенка из вида, да, то деятельность ребенка будет сразу меняться, и она будет становиться, когда, ну, если у него опыта нет действовать самому и самому планировать эту свою деятельность и думать о том, как это делать, то ему и будет без рамок взрослого, то есть его деятельность будет похожа, вот, чаще всего это похоже на вот такое, да, чуть-чуть возбужденное, там, расторможенное или, как говорят, еще полевое, да, когда сразу хочется куда-то бежать, быстро сделать то, что мне нельзя было, да, и только когда мы это вместе делаем. Ну, тут есть несколько, да, вот такой опрос там проводили, там, несколько ответов у педагогов, это воспитатели отвечали, психологи, кто работает, инструктора физической культуры, что помогает, да, что это дает вообще им в работе, да, и вот некоторые пишут, что даже занятия, у кого в группе стоит, они умудряются проводить там занятия с использованием. Ну, тут есть некоторые контакты, где можно про нас что-то посмотреть, почитать, и я бы тогда попросил сейчас включить, попробую сейчас включить видео, вот так, на последние несколько минут, послушать, что про это говорят педагоги. Сейчас начали придумывать, сначала просто лазают, потом у них возникают игры, и вот я слышала джунгли, именно мы сейчас про джунгли, про Китай смотрели видео, и нам рассказывали родители, и они уже придумали какой-то сюжет игровой. И, что удивительно, во время этих игр не было ни разу травм. Игра «Догоняться на комплексе» это такая игра, что можно работать только на комплексе и догонять друг друга, то есть с комплексом слезать вообще нельзя. Или, может быть, мы с этим комплексом живем уже с начала года, они уже с ним срослись и уже вот такие цепкие стали. Способ насытить себя определенного рода ощущениями, то, что психологи назовут сложными словами сенсорная интеграция. Когда комплекс есть в группе, каждый может добрать тех ощущений, тех переживаний, которые необходимы лично ему. Возможность вращения, раскачивания, залезания и обзора мира сверху это такие же потребности, совершенно необходимые для развития мозга конкретного ребенка. И многие дети сами чувствуют потребность в них. Девочки, а давайте я буду человеком, и вы ко мне всегда прилетали, когда была опасна. Давайте я прилетала. Ну да, на самом деле мы видим здесь не просто какие-то занятия спортивные, а видим, что ребята играют в какие-то сюжетно-ролевые игры. А само устройство комплекса дает возможность в процессе игры двигаться, насыщать движение, насыщаться. Кто-то в птичек играет, кто-то в догонялки. Ну, в птичек они играют в догонялки. За птичками кто-то гоняется. Птичка, тихо! Птичка, не бойтесь! Птичка, тихо! А я вообще не птичка. А я человек. Меня превратило... Ну, я был вначале говорящими часами, напомним, я ухожу. Во-первых, там бывают какие-то тайные места и могут придумать какой-то домик себе или какое-то путешествие, пройти через низ, потом проползти наверх, и, например, перебраться. И это как будто бы овраг. Нужно пройти с одной стороны на другую. Могут спасти пингвина. Может быть, ему нужно пройти этому пингвину через комплекс. Не знаю. Он весь в пляточек был и написал нам письмо и оставил среды. И вот как. Ну, вот такое небольшое видео, коллеги, с живыми детьми, с живыми воспитателями, психологами. Что, я на этом буду с вами прощаться. Это было про пространство физкультурных комплексов Сергея Риудского, да, и программа «Школа биолога с препятствиями». Можно найти про нас что-то в интернете. Все. Всего доброго. До свидания.